Работать, значит, я сегодня буду рассказывать вам личные такие открытия, личные лайфхаки, которые я использовала в работе, к чему это все привело, я поделюсь своим опытом. Это лично мой опыт, лично мои шишки, лично мои ошибки, поэтому, в общем-то, смотрите, учитесь, используйте все на ваш выбор. Ну, вот сегодня, готовясь к вебинару, в общем-то, уже к третьему, пятница, тем более, уже достаточно тяжело все это осваивать, но, тем не менее, все-таки, подводя итоги вот этой нашей недели, я все-таки подумала, почему у меня такое вообще отношение к этой теме, и что я, почему меня выбросило на эту волну. И я проследила, что, оказывается, когда я начинала свою карьеру, а начинала я ее с должности секретаря, перед тем, как идти работать на должности секретаря, я пошла и получила образование секретаря и научилась печатать десятипальцевым методом. При этом я набрала скорость до 300 ударов и выигрывала там конкурсы и, в общем, очень успешно работала секретарем. Потом я решила идти работать менеджером по персоналу и пошла учиться на президентскую программу по управлению персоналом, и тоже успешно закончила ее, и съездила в Италию на стажировку, и работала в HR очень долго. Затем я поняла, что мне этого мало, и я хочу консультировать первых лиц и собственников, и я пошла учиться на консультанта по управлению. И я училась в замечательной школе консультантов по управлению под руководством Аркадия Ильича Пригожина, и он окончательно перевернул все мое мышление, и я теперь совершенно смотрю по-другому на мир, на бизнес, на систему. Поэтому все, что я вам сегодня буду говорить, это как раз системный подход, в котором я работаю уже три года. Если бы до этого я прошла это обучение, к сожалению, я бы очень поздно узнала об этой школе, то, наверное, мой бы скачок был гигантский, другой, и я бы уже, может быть, и на другой планете бы была. Но тем не менее, вот все, что я вам сегодня буду рассказывать, это как раз управленческий опыт, потому что я сейчас работаю как управленец и как консультант профессиональный. И я думаю, что именно вот это моя внутренняя позиция, вот эти мои ценности быть профессионалом и выкинули меня на этот рынок. И именно поэтому, скорее всего, я так разделяю идеи этой программы и являюсь таким приверженцем и патриотом этой программы. Значит, мы сегодня с вами, ну, то, что у меня кадровое агентство, то, что сегодня я расскажу вам о продуктах, об автоматизированных, которые я сама разработала и к чему я пришла. Итак, у нас сегодня с вами пять основных пунктов. Первое. Мы с вами рассмотрим, что же сейчас происходит с профстандартами, как можно с ними работать и использовать в работе, в практической деятельности своей. Второе. Первое. Результаты внедрения, что об этом говорят, как относится к этому мир и вообще, как этим можно управлять. Третье. Я расскажу о своем кейсе. У меня уже несколько кейсов, но я расскажу об одном интересном самом, с чего все начиналось, потому что он был самый волнительный. И он дал как раз именно толчок к разработке некого интересного продукта. Дальше я вам дам советы, как организовать проектное управление и как жить в этом. И дальше я поделюсь своими собственными лайфхаками, примерами документов, рекомендациями. Мы с вами немножко поштормим, устроим мозговой штурм. Поэтому я думаю, что всю информацию, которую я дам, она сегодня очень сильно разрастется и обретет новый смысл с помощью ваших идей. Итак, уровень освоения профстандартов. Значит, мы два дня со мной говорили по поводу системы профессиональных квалификаций, что такое профстандарт, научились его читать, провели экспресс-диагностику. Дальше мы узнали, что такое кадровое дело производства и какие оргштатные изменения нужно проводить в компании. Но, в общем-то, если мы относимся к профстандарту как к необходимости, то он очень сильно закрывается и не дает нам возможностей для роста. А мы HR, у нас внутри есть такая ценность, как рост, саморазвитие и развитие и компании, и всего вокруг. Поэтому я вам сейчас дам свое представление об уровнях освоения профстандартов, то есть как мы можем относиться к профстандарту. Я выделяю три уровня освоения. Первый уровень номенклатурный, то есть есть закон, есть документ, его нужно исполнить. И больше ни шага, ни шага влево, ни шага вправо. Второй уровень системный, когда мы используем профстандарт на уровне управления систем или одной системы. И третий уровень управленческий, это когда мы используем профстандарт на уровне управления большой системой, то есть на уровне управления от первого лица или от собственника компании. Давайте определимся, собственник, это лицо, которое владеет активами в компании. А первое лицо это директор или назначенное лицо, но очень часто собственник может быть и первым лицом. Я здесь разделяю эти понятия и я вам расскажу потом, почему я к этому так отношусь. Итак, первый уровень освоения номенклатурный. Как он характеризуется? Цель этого уровня – исполнение требований закона и больше ничего. Вторая особенность – носит массовый характер. То есть компании сейчас все обязаны выполнить закон и под страхом штрафов реализовать определенный алгоритм, чтобы защитить организацию от возможных рисков. Этот уровень самый простой, он распространяется на уровне исполнителей или инспекторов отделов кадров и будет носить массовый характер. И сейчас он самый распространенный. Второй уровень освоения – системный. Цель – навести порядок в системе управления на уровне подразделения. Особенности. К номенклатурному уровню мы подключаем еще и рекомендованные профессиональные стандарты, то есть не те, которые обязательно, но еще и дополнительные, которые мы можем использовать. Он менее массовый, но более интересный. И он распространяется на уровень, как правило, подразделения. Им могут пользоваться руководители служб и отделов компаний, и им могут пользоваться менеджеры по персоналу и руководители департамента по персоналу. По поводу этого уровня я могу сказать, что те компании, которые уже начали внедрение профстандартов, большинство из них пошло дальше. То есть они не остановились на номенклатурном уровне, они пошли дальше, и они стали вводить у себя и рекомендованные профстандарты, потому что нельзя компанию разделить на две части. Вот здесь у нас действует закон, а здесь не действует. И вот большинство руководителей, с кем я общалась, кто уже занимается внедрением, они пошли дальше и вводят профстандарты именно на этом, на втором уровне освоения. Третий уровень освоения – управленческий. Цель этого уровня – оценка и распределение трудовых ресурсов компании по желаемым целям. То есть у собственника есть цели какие-то, мы их выявляем, и мы с помощью профстандартов можем провести оценку трудовых ресурсов и распределить эти трудовые ресурсы в зависимости от целей компании. Как это реализовать? У меня это пока еще не реализовано, но я этот проект уже начала, и о первых результатах я тоже расскажу. Здесь мы используем профстандарт как основу всей системы управления персоналом. Особенность этого уровня – точечность, эксклюзивность запроса. То есть проект очень сильно адаптируется под потребности компании, он очень эксклюзивный. Особенность в том, что мы можем с помощью профстандартов продиагностировать текущую ситуацию и сделать оргструктуру сбалансированной. То есть мы можем четко выстроить как горизонтальные ветки, так и вертикальные. Таким образом у нас будет сбалансированная оргструктура, которая нам поможет выявить дублирование трудовых функций, поможет эффективно распределить трудовой ресурс в зависимости от уровня квалификации. И вот в данном запросе, вот у меня сейчас клиент, мы с ним работаем по этому проекту, задача какая – распределить трудовые ресурсы в зависимости от, по такому критерию, руки-мозги. То есть у собственной компании есть такая идея, что руки должны получать намного меньше, чем мозги. И вот мы сейчас как раз занимаемся диагностикой и хотим выявить, какие должности у нас относятся к уровню рук, то есть исполнителей, а какие должности относятся к уровню мозги. То есть это творческие специальности, которые по интеллекту выше, и на них задачи совершенно другие. Учитывая, что еще компания относится к наносектору, к нанотехнологиям, то это особенно интересно, потому что мозги здесь очень творческие, но технологичные. Поэтому это вот три уровня усвоения вера. А как увязать профстандарты управленческого уровня с талантами, сильными сторонами персонала? А вот я вам покажу дальше, как это можно сделать, потому что я вам покажу инструменты. Да, я покажу, но чуть-чуть попозже. Так, нет звука, но все слышат, Надежда, это очевидно что-то у вас. Александр, напишите. Что сейчас вообще происходит в мире, и как относится мир к профстандартам, как его принимают? Первое. Могу сказать, что наблюдается массовая характеристика, низкий уровень информированности об этой системе. Слава Богу, что HR, в общем-то, ну вот наше, в общем-то, мероприятие показывает о том, что заинтересованность в HR есть, у HR информацию знать хотят, но нас очень мало. То есть, вот вспомните, я на первом вебинаре говорила, что по некоторым оценкам нас 300 тысяч. Ну, это самые скромные оценки, сколько нас HR, да, я думаю, что нас больше миллиона на самом деле, и наша армия очень большая. Вот, поэтому, ну вот представьте, у нас сегодня 0,02% принимало участие. Поэтому уровень информированности вообще об этой системе очень низкий. Это среди профессиональной среды. А представьте, что творится на уровне пользователей этой системы, то есть работающего населения, которые, в общем-то, и будут жить и работать по профстандартам. На сегодняшний момент они ничего не знают о профстандарте, они ничего не знают о независимой оценке квалификации. Поэтому я призываю вас, вот как профессиональное сообщество, очень активно включиться в эту историю распространения этой информации. Потому что, ну, на самом деле, об этом вот знают там единицы. Поэтому включайтесь, пожалуйста, в канал, рассказывайте. Возможно, вы кому-то поможете своих знакомых и друзей не попасть в этот провал профессиональный, который возникнет из-за того, что откроются цоки, а люди будут не готовы проходить квалификацию, им придется идти учиться и тратить свои деньги. Лучше это сделать сейчас, понимая, что будет дальше. Поэтому здесь, в общем-то, хотя бы свое окружение, пожалуйста, просвещайте, рассказывайте и изучайте профстандарты и помогайте сейчас уже получать соответствующую квалификацию. Второе – это отрицание вообще возможности таких перемен. Да, Эльмира, люди в шоке. Вы не поверите, я когда начинаю об этом рассказывать, у меня крутят у виска пальцем, и я к этому уже привыкла, я к этому отношусь уже, в общем-то, терпимо. Я говорю, что хорошо, пройдет 2-3 года, вы посмотрите, и посмотрим тогда, кто будет у кого крутить у виска. Поэтому, да, люди в шоке реально, потому что вот все, что я вам рассказываю, это не фантастика, это все основано на цифрах, на моих исследованиях и на изучении этой информации. Часть людей вообще отрицает возможность таких перемен. Вот крутят у виска, да, и говорят, что это все чушь, это невозможно, это все бред, и доводов вообще огромное количество. Говорят, что государство лезет не туда, и это не принесет никаких результатов, все будет куплено, и, в общем, одни только страшилки и негатив. Вот я с этим работаю так, я сразу говорю о том, что я вижу в этом потенциал, я сторонник этой идеи, бесполезно меня переубеждать. Вот, поэтому я за чистоту этого проекта, за ясность целей и за то, чтобы использовать этот инструмент с эффективной точки зрения, чтобы бизнес использовал его и был эффективен. Ну вот потому что яркий пример, да, сколько нас, мы не можем понять, сколько нас HR-ов, и он вот явно говорит о том, что в ЕТКСе нас 15, а в жизни нас 637. Ну вот как жить в таком хаосе, вообще непонятно. Значит, Ольга, по поводу системы образования могу сказать, что там еще все хуже намного, чем в нашей профессиональной среде, потому что это настолько запостенелая, малоподвижная среда, что они вообще очень сложно воспринимают перемены. Я на следующей неделе иду в комитет образования нашей Курской области, у меня будет урок карьероведения для учителей, и я им буду рассказывать про это, и, в общем-то, я тоже ожидаю очень большую, ну, такую очень неоднозначную реакцию на мои выступления, но педагоги здесь, конечно, должны выступать в авангарде профориентации, потому что теперь они понимают и должны понимать все происходящее на нашем профессиональном рынке, на рынке труда и быть нашими союзниками. На ВУЗе надежды нет, Роман? Ну, возможно, да. Значит, список адресов. Так, давайте так, по вопросам. Давайте мы через 20 минут сделаем список вопросов, и я на них отвечу. Те, которые в контексте пойдут, я на них буду отвечать. С сопротивлением я расскажу, как я работаю, все расскажу. Итак, список вопросов мы формируем, те, которые по контексту пойдут, я буду отвечать. Итак, продолжаем. И третье изменение не примиряется к себе никоим образом. То есть люди отрицают и говорят, но у меня-то это не коснется, это коснется главных бухгалтеров, государственную структуру коснется, там еще кого-то, выпускников ВУЗов, но только не меня. Нет, ребята, это коснется всех. Мы все с вами пройдем через гарнила этого, этой программы, мы все с вами пройдем через соки. Значит, вот я выступаю на семинарах, весь год прошлый я проездила по регионам России, и меня удивило следующее. То есть было, очень много было вопросов от участников семинара, которые находятся в предпенсионном возрасте. И после моего спича, вот об этих происходящих изменениях, большинство сказало, мы уйдем на пенсию. Поэтому нас с вами ожидает еще один очень большой шок на рынке труда, шаровая молния на рынке труда, потому что мы с вами можем не успеть забрать от этих людей их компетенции и передать их молодому населению, молодому трудовому ресурсу, потому что вот это население боится проходить соки, а они вынуждены будут пройти соки. Поэтому я, в общем-то, говорю вам о том, что вы должны это учесть, и соки будут вымывать с нашего рынка профессионалов старшей возрастной группы. То есть учтите это. Так, значит, следующее, поехали. Как реагируют на изменения вы, персональщики? Ну, первая категория. Они принимают категорически и говорят, я не знаю, мне некогда, это не для нас, это для государственников, мы не будем это делать. У нас сейчас есть более важные задачи. Это первая категория персональщиков. Вторая категория принимают под страхом ответственности. Мы это сделаем только, исходя из того, что у нас есть три профстандарта вредных, три должности вредных, и мы сделаем только в рамках этого законодательства. И третья тенденция. Есть персональщики, которые принимают это как инструмент и возможность для развития компании. То есть как инструмент для управления персоналом и возможность для повышения эффективности работы всей компании. Вот я отношусь к третьей группе и, в общем-то, персональщики, которые уже внедрили. Ну, следующее мнение я вот сейчас просто расскажу, что говорят. Значит, один директор по персоналу сказал, что теперь на самом деле стало все ясно с подбором. Все стало просто и понятно, кого мы берем и не берем. И система подбора просто упростилась максимально. Значит, еще один директор по персоналу сказал о том, что на основании профстандартов они начали разрабатывать рабочие инструкции. И теперь, в общем-то, вот эта история дублирования трудовых функций, она очень хорошо помогает им. Вот, поэтому я пока на сегодняшний момент не слышала отрицательных, ну, таких, во всяком случае, ярких отрицательных откликов по поводу этой программы. Есть еще, в общем-то, общее мнение о том, что, да, это очень тяжело. Это очень тяжело, потому что, ну, у нас есть основная занятость, и у нас нет времени, потому что мы не знаем алгоритм, по какому это все, в общем-то, осуществлять. В-третьих, это, возможно, программа повлечет большое количество конфликтов на работе, и это да, это так. Ну, и четвертое, это как раз документы, которые мы должны подготовить и разработать для того, чтобы обезопасить компанию от возможных рисков, от возможных штрафов. Значит, вот уже Александр Стома проникся нашей идеей, уже начинает тоже принимать участие в чате. Как работать с сопротивлением? Ну, я сейчас говорю о работе с сопротивлением, в общем-то, и на внешнем рынке, да, о обыкновенных пользователях программы, и на внутреннем рынке, то есть внутри предприятия, потому что мы все столкнемся с тем, что нам придется работать с персоналом наших компаний и объяснять и разъяснять им, что у нас будет происходить. На самом деле здесь нам очень важно заниматься очень активной просветительской работой, потому что, почему возникает в организации конфликты? Просто от страха. Если человек не знает, что будет происходить, он начинает по этому поводу волноваться. А волнение, это всегда он выливается или в конфликт, или в недопонимание. Поэтому здесь у нас с вами первая задача – это просвещение. То есть мы должны рассказать, почему возникла эта программа и какие результаты она принесет. Рассказывайте о хаосе на рынке труда, о проблемах на рынке труда и показывайте возможные варианты развития этой программы и именно с точки зрения выгоды самого человека. Как только мы включаем человека и показываем ему личную выгоду, тогда человек включается и понимает, и разделяет идеи этой программы. Это раз. Вторая. То есть мы должны ответить на вопрос, почему это происходит. Вторая особенность. Расскажите о мировых тенденциях. То есть мы находимся в мире, мы живем в едином мире, и все, что происходит в мире, мы не можем мимо этого проходить. Это в любом случае будет влиять и на наш бизнес, и на нас лично, и на нашу компанию. Выгоды заинтересованных сторон. Ну вот в первую очередь начать с приоритета, показать выгоды человека, что он получит, какие выгоды. Мы об этом с вами проговорим. И выгоды в конце концов и компании, и в общем-то в целом экономике, и бизнесу. То есть с нижнего уровня нужно поднимать на верхнюю планку. Факты, что программу уже не отменят. Страшилки, фотографии, примеры, отзывы. Вот особенно там фотографии под соком, отзывы под соком. Посетите цоки, изучите в регионе, какие у вас есть цоки. Посетите их и принесите руководителю фотографию, что это уже неотвратимо. Все, это будет. По учебным заведениям пока страшилок никаких нет. Они только лишь такие внутренние, организационные. Пока еще на внешнюю среду они не особо влияют. Но вот во всяком случае пример с соком. Он очень может взбодрить руководителя и принять уже неотвратимые решения по поводу изучения хотя бы темы стандартов. На сегодняшний момент у вас здесь в чате видно, что руководители совершенно другого мнения и вообще не видят в этом никакой выгоды. Но здесь должен проявиться ваш профессионализм. Вы должны рассказать, показать, доказать. И ваша задача на сегодняшний момент заключается в том, что вы должны информировать руководителя о происходящих изменениях. Ответственность о принятии этой программы и реализации ее в вашей компании лежит не на вас, а на руководителя. Поэтому ваша задача предупредить, известить, рассказать и рассказать о возможных рисках. И пусть он принимает решение, но вы выполните свою информационную роль. Вы покажете, что вы знаете об этом, вы предупреждаете, вы стратегически думаете и понимаете возможные риски, возможные выгоды. Поэтому ваша задача информировать руководителя о происходящих изменениях. Пусть он принимает решение самостоятельно. Но если вы будете его информировать еженедельно или ежемесячно, в конце концов капелька водички докапает. И я думаю, что просветление у многих наступит. Это как работать с сопротивлением. По поводу кейса. Вообще наша плотная деятельность с профстандартами началась с прошлого года. И мы зашли на промышленное предприятие со штатом 3,5 тысячи человек. И начали осваивать, что такое профстандарты. И тогда я уже впервые в практике столкнулась с этим инструментом. И мы стали смотреть, что же с ним сделать, как с ним жить и вообще, как он может быть реализован на предприятии. Задачи мы поставили себе следующие. Первое. Это внедрение системы профстандартов в организации. И разработка рабочих инструкций на базе профессиональных стандартов. Рассказываю, что предприятие все промышленные. С какими проблемами мы столкнулись? Первое. Мы тратили очень большое время на поиск тождественной должности в профстандарте. И учитывая, что профстандарты все напечатаны в очень неудобном виде. Они в PDF. Их нужно скачивать. Это большой объем. Их нужно распечатывать. По объему я говорила. Самый маленький профстандарт я видела, по-моему, у стоматолога. Три или пять страниц. Наш с вами профстандарт управленца 66 страниц специалиста по управлению персоналом. А самый большой профстандарт, который я видела, это 157 страниц. Вот представьте, сколько надо было распечатать. 66 страниц, да. Это в профстандарте специалист по управлению персоналом. Вот он у меня лежит. И вот он вот такой толстый. Вот он реально вот такой толстый. Вот, 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 вот. Вот 66 страниц. Значит, я их распечатываю уже на черновиках, потому что уже сил нету покупать бумагу. И, конечно, очень большой объем информации поступает в бумажном виде. И приходится его очень много распечатывать. Дальше, отсутствие связи с отраслевыми советами, потому что для того, чтобы понять тот профстандарт, подходит ли он, тождественен ли он нашему штатному расписанию, нам пришлось связываться с отраслевыми советами и уточнять у них. При этом связи с отраслевыми советами вообще как бы не настроено. То есть мы писали письма заказными, электронными, там, звонили и так далее, и так далее. На тот момент связи с отраслевыми советами, она была очень сложной. Олеся, я расскажу об этом попозже, про конструктор. Она была очень сложной, и самую эффективную связь мы получали от отраслевого совета по сварке. На сегодняшний момент это один из авангардных советов, у которых, во-первых, все очень организовано хорошо, они очень объективно и адекватно дают быстро обратную связь. И на сегодняшний момент у них одно из самых больших количеств соков по стране. Вот я показывала, да, в прошлый раз, по-моему, 31 сок у них открыто, 28, по-моему, уже в перспективе открытия. Значит, следующая, межведомственная нестыковка законодательства. На тот момент вот была очень большая проблема с тем, что профстандарт сварщика не включал в себя, не соответствовал ЕТКСу. И, с одной стороны, ковровики находились в ситуации, что надо выполнить законодательство и провести переименование должности по 57-й статье. Но, с другой стороны, пенсионный фонд нам говорил о том, что этого делать нельзя, потому что тогда человек лишается пенсии. Я могу сказать, что здесь организации пошли по разному пути и есть разные тоже консультанты, которые придерживаются разных точек зрения. Одна из них, точка зрения такая, что нужно в любом случае соблюсти закон, а человек потом пусть сам идет в суд и доказывает свое право на эту пенсию. Из-за того, что... Да, Татьяна, возвращайтесь ко мне, иначе что-нибудь опять пропустите. Из-за того, что... То есть, у человека в любом случае есть право идти в суд, и он будет отставить в суде свое право на пенсию, и это его личное право. То есть, это есть мнение таких консультантов. Не могу комментировать здесь, но есть уже факты, когда, в общем-то, на некоторых предприятиях прошли вот такие чистки, и, в общем-то, люди сейчас находятся в таком неоднозначном состоянии, когда, вроде, с одной стороны, должность вредная, с другой стороны, по профстандарту наименование не соответствует, и пенсионный фонд не принимает эти данные к своему учету. Есть другая точка зрения, и я ей придерживаюсь, что, в общем-то, закон есть законом, но ввиду того, что эта программа очень большая, массовая, несет массовый характер, и она все затронет, все слои управления, да, и все слои в организации, то здесь, конечно, нужно исходить из приоритетов, из интересов, в общем-то, наших сотрудников, в первую очередь. То есть, если должность данная не бьется, давайте пока возьмем другой профстандарт, и начнем работать с другим профстандартом, пока вот с этим профстандартом не будет наведен порядок. Ну, в общем-то, так и произошло. Вот в прошлом году, в декабре, наконец-то, и отраслевой совет по сварке говорил, что подождите, мы до конца года приведем в соответствие наш профстандарт. Так и случилось, слава богу, и теперь профстандарт сварщика, все наименования из ЕТКС перешли в профстандарт, поэтому он теперь стал универсальным хорошим документом. Но вот эти нестыковки между пенсионным фондом, ГИТом, налоговой и так далее, в общем-то, они сейчас есть и могут быть, и будут, потому что структура рынка труда очень нравится. Плюс к этому, значит, вы, вот, например, у нас в регионе налоговая инспекция недавно запросила сведения со всех организаций о том, что об уровне квалификации главных бухгалтеров. И это нужно было подать в налоговую инспекцию, то есть к налоговой декларации, что главный бухгалтер предприятия соответствует, его уровень квалификации соответствует требованиям профессионального стандарта. То есть в каждом, каждый район, каждый сейчас регион, каждая структурная единица ведет себя по-разному, придумывает разные требования, поэтому, в общем-то, вот у нас в регионе так, что у вас, не знаю. Следующее, значит, сама обработка, да, ПФР стоит на своем, не переименовывать, пока и не трогайте эти профстандарты. Давайте, значит, начинайте с других профстандартов работать, потому что иначе мы просто погрязнем в судах и, в общем, лучше этого не делать. Во всяком случае, позиция Минтруда, вы письмо читали, да, письмо Соцминтруда о том, что увольнение, что внедрение профстандартов не должно повлечь за собой увольнение сотрудников или ущемление их каких-то прав. Вот, ссылку на письмо, хорошо, сейчас дам, напомните мне в конце, там, или в Фейсбук напишите, я дам вам ссылку на письмо. Значит, письмо от 8 апреля, это разъяснение Минтруда, разъяснение Шокину о правилах применения профессиональных стандартов. Точную ссылку дам. Так, дальше, обработка самого профстандарта. Когда я впервые столкнулась с профстандартом, значит, мы, вот учитывая, что промышленное предприятие, я взяла профстандарт слесаря, и он тоже был достаточно большой, там что-то тоже 50 или 60 страниц, и я поняла, что, во-первых, у нас в штатном расписании было несколько единиц и несколько людей, и мне нужно было провести в штатном расписании экспертизу рабочего места, и я стала с этим профстандартом работать вручную, ну, то есть ставить галочки, как мы с вами вот на первом занятии ставили галочки. Ну, учитывая, что я работаю быстро, что я, в общем-то, владею компьютером и так далее, и так далее, я поняла, что в ручном режиме вообще работать невозможно, потому что я превращаюсь в писарчука, и моя, в общем-то, работа сводится к тому, что я просто переношу описание трудовых функций в какой-то файл, там, в отдельный, да, для дальнейшей работы. Тут я включила, в общем-то, все свои творческие варианты и нашла конвертаторы различные из PDF-а для того, чтобы можно было конвертировать профстандарты в Excel, и тогда уже с ними очень удобно работать. Ну, у меня была такая версия, вот, потому что в масштабах предприятия я поняла, что в ручном режиме просто нереально работать, это нужно брать отдельного человека, и, в общем-то, ситуация сейчас подтверждает мои опасения, то есть в интернете уже появились запросы крупных организаций на то, что они берут отдельно кадровика на проект по внедрению профессиональных стандартов. При этом у них есть требования, это знания, значит, методики и опыт внедрения профстандартов. Вот. Ну, я пошла другим путем, я взяла PDF-ки, стала их конвертировать в Excel, при этом я не нашла ни одного валидного конвертера, он дублировал очень криво, косо, задваивал, затраивал. В общем, я могу сказать, что я проводила тайминг, и при том, что скорость набора у меня до 300 ударов, у меня на обработку одного профстандарта ушло до 8 часов рабочего времени. То есть тайминг я провела. Я могу четко сказать, что 8 часов времени вы можете потратить на обработку профстандарта. Поэтому я, в общем-то, остановила всю работу и сказала, что пока мы не придумаем какой-то инструмент более оптимальный, чтобы он тратил, ну, меньше наши были трудозатраты, то мы, в общем-то, не вернемся в организацию, и нам нужен только какой-то инструмент. Со своим коллегой из предприятия, из другого предприятия, которое уже внедрили профстандарты, в общем-то, она сказала то же самое, что они внедряли профстандарты с помощью Excel, и ей повезло, что у нее в штате сотрудников, ее в службе управления, была, ну и есть, да, сотрудница, бог в Excel, которая, в общем-то, сделала им программу, и, в общем-то, они все это реализовали в течение года. Вручную это делать невозможно, потому что, ну, это просто огромный материал, информационный, бумажный, просто поток информации. Ну, и на самом деле оказалось, оказалось не все так страшно, потому что мы взяли, мы стали анализировать штатное расписание одного подразделения цеха, у нас там было 80 штатных единиц, и всего лишь под 80 штатных единиц у нас попадало 7 профессиональных стандартов. То есть не так все страшно было, вот, то есть такая более-менее унифицированная работа у нас появилась. Ну, в общем, вот этот процесс у нас занял порядка где-то двух месяцев. Значит, что мы сделали? Мы провели аудит штатного расписания, здесь отписка 80 штатных единиц, под них попало 7 профстандартов, и всего у нас было задействовано 44 человека. То есть 44 человека, ну, реально подпадали под эту программу, вот в одном подразделении. Что мы сделали? Как мы это организовали? Мы организовали для себя, утвердили рабочие встречи, то есть еженедельно. У нас было рабочее совещание на один час, мы встречались с руководителями службы, мы ставили планы, подводили итоги предыдущего, предыдущего, предыдущей неделе ставили планы и, в общем-то, работали вот в таком режиме. Без регулярности вы погибнете, потому что этот процесс очень долгий, его нужно постепенно внедрять, его нужно постепенно с ним работать, и здесь нужно включать, конечно, регулярность. Я, кстати, еще вот здесь упустила, да, какую еще проблема? Сопротивление персонала. Я проводила, то есть мы когда дошли до уровня подразделения уже и до проведения экспертизы рабочих мест, то я провела для руководителей подразделений, ну, семинар. Сейчас был семинар, я рассказывала о том, что они будут делать, при этом у меня уже была методика. Светлана, я поясню подпозже. Значит, при этом у меня уже была методика отработанная, при этом у нас уже были разработаны инструкции для руководителей, и они уже понимали, что им делать. Вот, поэтому сопротивление было колоссальным. То есть люди, представляете, рабочие люди, которые, ну, вообще ничего не понимают, разговаривают с тобой нецензурной лексикой, там, говорят, что этого ничего не будет, им некогда, и так далее, и так далее. А им еще нужно было донести, то есть это руководители подразделений, а им еще нужно было это донести на уровень ниже, то есть на уровень рабочих. Ну, в общем, это была достаточно жесткая такая информация, мероприятие, и предприятие очень активно включилось в проведение обучающих мероприятий, в распространение этой идеи. Поэтому здесь, конечно, информационная составляющая, это очень важно. Именно информационная составляющая с точки зрения продвижения программы на всех уровнях персоналов на предприятии. Значит, и что мы сделали? Алгоритмы мы разработали, процедуры мы разработали, шаблоны все мы разработали, мы провели обучение руководителей, что они должны сделать и как провести экспертизу рабочих мест. И мы получили скелет для рабочих инструкций. То есть в итоге этой работы мы получили некую экспертизу рабочих мест, и она явилась основой для разработки локального нормативного акта, такого как рабочая инструкция. Изначально мы эту цель для себя ставили, в принципе, мы ее вот на этом этапе и реализовали. Александр, давайте готовьте вопросы. Я заканчиваю, в общем-то, вот этот блок, и я сейчас отвечу на эти вопросы. Чего мы добились? Какие задачи мы решили? Ну, в итоге, первое, прояснена идеология и принципы программы в результате делового общения с отраслевыми советами. То есть мы для себя поняли, как нам общаться с отраслевыми советами, и какую информацию мы можем от них взять. Значит, сразу рекомендация. Пишите официальные письма им, запросы, и получайте официальные ответы. Тогда у вас будет инструмент, что... Ну, то есть у вас будет официальный ответ. Это раз. По всем вопросам применения профстандартов отраслевых в вашей отрасли задавайте вопросы в отраслевой совет. Сразу пишу. Сразу рекомендую. Второе. Разработана методология внедрения профстандартов. Третье. Разработаны шаблоны, матрица проекта. Шаблоны для разработки должностных инструкций, рабочих инструкций, планы обучения, инструкции для руководителей по использованию профессиональных стандартов. Организована работа с привлечением руководителей подразделений. То есть мы их вовлекли в эту работу, и они, в общем-то, разделили с нами эту идею, и они стали нашими проводниками. Разработан автоматизированный продукт для одновременной работы несколькими исполнителями, потому что вот я пришла к тому, что вручную это невозможно делать, нужно было это как-то автоматизировать. Дальше. Проведено обучение руководителей с целью снижения уровня напряженности в коллективе. Дальше. Было предложено предприятию рассмотреть вариант открытия ЦОКа на базе, потому что все ресурсы есть, и человеческие ресурсы, и производственные ресурсы. Не хватало только методического ресурса. В общем-то, вот это предложение было. Ну и, в общем-то, сейчас в организации идет полным ходом разработка рабочих инструкций, и, в общем-то, мы даже дошли до уровня такого, что сейчас есть желание провести полностью инвентаризацию всего инструмента, всех, в общем-то, всего оборудования, и все это прописать вот как раз в шаблоне рабочей инструкции, сделать полную инвентаризацию применительно как раз конкретно к моему рабочему месту. Значит, итак, давайте я отвечу на вопросы по вот этой части, и мы пойдем дальше. Дальше я буду показывать шаблоны, документы. Не волнуйтесь, не гоните меня. Все, что есть, я вам покажу, мне не жалко. Который перевернул мировоззрение у меня, это Аркадий Ильич Пригожин, Школа консультантов по управлению. Можете мне написать, я стою вниз, Комнациональный институт сертифицированных консультантов по управлению, и, в общем-то, я вам все расскажу. Как увязать тогда профстандарт управленческого уровня с талантами и сильными сторонами персонала? Ну, мы об этом поговорим попозже, пока этот вопрос опускаем. Зачем было внедрять это новшество, ставя на уши всю страну, если есть существующий инструмент, квалификационные справочники? В них также указаны квалификационные требования, нужно было только соблюдать их. Насчет уровня квалификации существует система, внедренная в Минздравоохранение, квалификационная группа, в соответствии с которыми устанавливаются оклады бюджетников. По поводу ЕТКС могу сказать следующее. Первое. ЕТКС на сегодняшний момент устарели. Сейчас я вам приведу сравнительную. У меня есть, значит, я проводила сравнительную характеристику ЕТКС и профстандартов. И я вам сейчас все расскажу прям по цифрам. Итак, смотрите, в ЕТКС у нас описано 5,5 тысяч профессий рабочих и больше 2 тысяч должностей служащих. В профстандарте полное количество будет, порядка 2 тысяч. То есть, профстандарт унифицировали все то, что есть в ЕТКС. Второе. Они разработаны по единой методологии и ЕТКС, и профстандарт. Мало того, что профстандарт разработан на базе ЕТКС. Дальше. Четкость и универсальность и там, и там. Носят характер методических рекомендаций и там, и там. Проблема ЕТКС в том, что он не актуален. Он устарел. И на сегодняшний момент порядка 80% новых профессий, которые возникли, в ЕТКС уже не вносятся. А профстандарт, ввиду того, что это запрос от бизнеса, он вот эти новые профессии сразу вносит уже в профстандарт. Дальше. В ЕТКС отсутствие ряда профессий, а в профстандарте плюс еще приплюсована система образования. Дальше. В ЕТКС указано наличие тарификации, в профстандарте уровни квалификации. В ЕТКС внутреннее содержание достаточно скудное и оно ограничено. В профстандарте оно расширено и идет в разрезе зудов знания, умения, действия. В любом случае, ЕТКС явился хорошей базой для разработки профстандарта, но он на сегодняшний момент устарел и переделывать его никто не будет. Следующий вопрос. Я ответила на вопрос хорошо, поехали дальше. Управление профессиями и должностями посредством справочников было сосредоточено. В результате, по сути, специалист одного профиля оказывается растащен по отраслям, как, например, специалист по кадрам в атомной промышленности. Вот он как раз не растащен по отраслям, а здесь как раз отрасль, атомная промышленность говорит и заявляет ему, каким он должен быть. И у вас есть понимание того, какие требования отрасль предъявляет к вам, лично к сотруднику, как к трудовому ресурсу и что вы должны для этого делать. Поэтому я считаю, что здесь очень ясный, понятный посыл и он формализован очень понятно и написан очень просто. Для человека со средним образованием профстандарт можно прочитать. Я вот не понимаю, где и как долго компания будет вынуждена обучать сотрудников для получения высшего образования, например. Ну, как где? Вы в учебных заведениях, которые будут в вашем регионе или дистанционно. Главное, чтобы определиться, какой уровень образования должен получить человек. Или он должен пройти на курсы повышения квалификации или переквалификации. То есть, например, вчера мне позвонил родственник из Севастополя, он работает в ГИМСе, ну, это вот водные, это соблюдение правил безопасности на воде. И он идет преподавать в школу, которая будет выдавать курсы, ну, которая будет проводить курсы по обучению водопровождения на воде. Ну, катера, вот, яхты и так далее. Но его не берут на работу, потому что ему нужно пройти повышение квалификации по образовательной деятельности. Я его сейчас консультирую, мы с ним ищем это образовательное учреждение, где бы он мог пройти обучение, потому что если у него не будет педагогического образования, педагогического переквалификации, то просто учебные заведения могут лишить лицензии. Все очень просто. Я считаю, что это правильно и нормально. Так, в настоящее время я вижу лишь коррупционная емкость. Специалист по кадрам, прошедший сертификацию в одной отрасли, желая перейти в атомную промышленность, должен будет опять пройти сертификацию на другой профстандарт. Разве это правильно? Я считаю, да, правильно. Я не вижу здесь коррупционной никакой составляющей. Здесь вопрос в вашем выборе. Выберите для себя профессию, развивайтесь в ней. Здесь вопрос осознанности выбора. Чем раньше правильнее вы сделаете этот выбор, тем меньше финансовых затрат вы будете осуществлять и тратить. А будут ли отменены ИТКС? Да, будут отменены. Есть сведения, что они будут отменены в 2018, но на самом деле я думаю, что до 2020 их дотянут. Потому что очень многие предприятия сейчас четко соответствуют ИТКС, а профстандартов еще недостаточно выпущено. И я думаю, что до 2020 их дотянут, а там уже их отменят. Потому что на сегодняшний момент они изжили себя. это хороший инструмент, но уже, к сожалению, бесполезный. Так. Все? Нет, еще не все. Слесарей бывают разные. ИТКС был, в профстандарте нет. Как быть? Оставить или не трогать? Ну, по слесарям давайте я вам покажу, что я вам буду показывать скрины документов. А можно получить вариант инструкции, алгоритмы других документов в этой проверке, естественно, с сохранением коммерческой тайны. Первое. Я не имею права без разрешения клиента раздавать такую документацию. Второе. Я вам вот лично мои наработки, которые я делала и которые я разрабатывала, я вам сейчас покажу. Они, в общем-то, я вам покажу, как это работает. Мне они не, в общем-то, не жалко мне их. Но я должна соблюсти корпоративную этику и без разрешения клиента, к сожалению, нет. При этом могу вам сказать сразу, что документы, разработанные для конкретной организации, бесполезны в другой организации. Поэтому в данном случае вам здесь профстандарт только помощник, потому что у вас есть уже рыба, с которой вы можете все брать. Итак, давайте, коллеги, я продолжаю тогда дальше. Вопросы в общем-то ТТТ. Можно сравнение ТКС и профстандарта получить после вебинара. Ирина, ну, как вариант, можно, но я думаю, что мы это в пакеты зашьем. Вот это, ну, я не знаю, пока с Александром согласуем, каким образом Александр ответит. Итак, поехали дальше. Значит, итак, что здесь, в общем-то, какие мои лайфхаки, да, какие открытия. Ну, вы должны четко понимать, что это управление проектом. То есть, вот эта процедура внедрения профстандарта, вы должны выступать здесь как управление с проектом, вы должны понимать, что такое проект, вы должны знать и обладать основными инструментами и реализовывать это именно как проект. Потому что, в первую очередь, ну, что такое проект? Я проходила обучение по проектному менеджменту и, значит, что такое проект? Проект – это группа мероприятий, которая имеет конечную цель, имеет ресурсы, задачи и она объединяет в себя определенную, ну, объединяет вокруг себя определенную группу лиц, которые призваны помочь, ну, которые призваны реализовать данный проект. Значит, итак, цель проекта вам нужно понимать, какой планируемый результат, что вы хотите, на каком уровне освоения профстандарта вы хотите остаться. И как только вы для себя поставите эту цель, у вас сразу будут выстраиваться инструменты, механизмы, как вы будете работать. Второе, какие ресурсы у вас есть или каких нет и какие ресурсы вы должны привлечь для эффективной реализации проекта. Регулярность в проведении, обязательно регламентация всех процедур, всех процессов, об этом говорила вчера Ярослава, снятие сопротивления и вовлечения персонала. И вот здесь еще один важный момент, который я не указала, но я о нем все время думаю, это показатели эффективности проекта. То есть вы должны периодически включать какие-то показатели эффективности, какие-то точки контрольные, для того, чтобы вы понимали, как идет проект. Иначе вам будет очень сложно ориентироваться в пространстве, а учитывая вот этот объем информации, с которым вы столкнетесь, вы без контрольных точек просто погибнете. вы должны ответить на вопрос «как?» На кого ложится основная нагрузка и кто будет руководителем проекта? Сейчас есть мнение о том, что, ну, конечно, в основном, конечно, кадровые службы берут на себя эту задачу, но у меня было очень интересное общение с персональщиком, которые пошли другим путем. Они назначили руководителя проекта, руководителя производственного подразделения. Таким образом, кадровая служба здесь выступила не как пионер этого направления. Кадровая служба всегда у нас, служба по управлению персоналом, придумывает всякие глупости, создает проблемы для персонала и, в общем-то, все нас очень не любят, потому что мы постоянно что-то требуем. А здесь была очень интересная находка, когда руководителем проекта по внедрению профстандартов был назначен руководитель производственного подразделения. Таким образом, кадровая служба была вынесена из этого ореола обсуждения негативного, они вышли на уровень исполнителя и методологии проекта, а руководителем проекта был производственник и, в общем-то, проект был реализован очень успешно. Дальше, как управлять временным ресурсом? Вот регулярность вам обязательно говорю, что без регулярности вы просто погрязнете. Азбука про стандартов значит, вот, вы должны рассказывать азы, показывать, учить чтению и так далее, и так далее. То есть, вы должны азы показать и рассказать людям о том, что это, что за бутерброд и как его съесть. Дальше, методы управления проектом, личная ваша эффективность, потому что здесь у вас включаются, я сейчас дальше покажу, какие ваши личные навыковые и знаниевые ресурсы должны включиться, иначе вы просто не справитесь с выполнением основной работы, а профстандарты теперь тоже будут вашей основной работой, поэтому вы должны включить свои внутренние резервы. Ну, и обязательно, конечно, создание дополнительной ценности. Как только вы увидите в профстандарте ресурс, полезный механизм, инструмент, и как только вы расскажете, ну, для себя разъясните, да, разъясните своим коллегам и подчиненным о том, какую ценность несет этот инструмент, тогда я думаю, что этот проект пойдет достаточно легко, интересно, и вы действительно будете использовать его очень эффективно в интересах своей организации. Какие лайфхаки? Ну, повторяю, да, то, что это проектное управление, то, что необходимо включать автоматизацию, то, что это вовлечение руководителей, обязательно шаблоны, развитие навыков работы с Экселем, в любом случае без Экселя вы никуда не денетесь, и Эксель здесь должен выступать вашей правой рукой, да, и вашим, ну, вашим очень большим помощником. И правила светофора, а правила светофора, я его придумала сама, не знаю, может быть, кто-то и знает это правило, я его назвала светофор, я о нем расскажу, потому что оно, в общем-то, у меня случайно так появилось, но теперь я его использую везде, и для меня это очень легко и просто. Так, значит, и так, что, в общем-то, у нас получилось, у нас получилось, что, когда я остановила работу на предприятии, ну, нет, не то, что остановила, остановила процесс внедрения профстандартов, я пошла, в общем-то, в офис думать, что же делать, то я чем занялась, я вам сейчас буду показывать документы, да, как это все происходило, чтобы вы понимали, то есть, я поняла, что мне нужно как-то автоматизировать этот процесс, и я стала зашивать профстандарты в, я стала зашивать профстандарты в Excel, вот это профстандарт по слесарю, и что я придумала, я поняла, что вот с таким объемом информации, вот, например, по слесарю, знание умений действий в общей сложности было что-то там порядка до 800 строчек в одном профстандарте, ну, я поняла, что вручную работать невозможно, распечатывать это невозможно, учитывая, что плюс еще различных слесарей в подразделении много, и необходимо провести экспертизу, в общем-то, рабочего места конкретного, чтобы выявить, пока уровень квалификации, то я поняла, что мне тут поможет только Excel, и что я сделала? Значит, я перевела профстандарт, в течение 8 часов я переводила его в Excel-овский вариант, ну, и я тут включила фильтры и стала работать с помощью фильтров, и вот таким образом мы, в общем-то, научили своих руководителей, мы что сделали, когда кадровая служба подтянула профстандарты, и мы поняли, что эти профстандарты соответствуют текущим должностям в штатном расписании. Дальше мне нужно было вывести профстандарт на уровень, Ирина, так Александру напишите, значит, мне нужно было вывести профстандарт на уровень руководителей подразделений, чтобы они включились в качестве экспертов и провели экспертизу конкретных рабочих мест, то есть определили, что делает конкретный сотрудник на конкретном рабочем месте, ну, и, соответственно, какие знания, умения, действия у него есть, а мы уже автоматически, как кадровики, обработая эту информацию, мы тогда уже определим, какой уровень квалификации должен быть на этом рабочем месте. Ну, и что я сделала? Видите, вверху, вот я включила фильтры, и я методом фильтров просто начала фильтровать, значит, вот эту выборку. Вот эту процедуру я для себя назвала выборка, выборка-слесарь, то есть с помощью этого мои руководители подразделений, вот тут видно хорошо, нет? Я сейчас попробую увеличить, чтобы вам было понятно, как это вообще было организовано. Хорошо видно? Значит, смотрите, смотрите, вот я перевела все в Excel, подсоком мы вчера разговаривали, отвечу отдельно, Ольга, там, в Facebook напишите, отвечу отдельно. Значит, смотрите, что мы сделали с руководителем. Вот профстандарт, который я загнала в Excel, вот здесь у меня вверху фильтры стоят, и дальше идет выборка, то есть что нужно было сделать руководителю. В ручном виде, да, увеличивайте каждый свой, да, и смотрите, значит, в ручном виде мы должны были это распечатать, и руководитель должен был поставить галочку. Дальше, кадровик должен был это взять, перенести в бумажный вид, и, в общем-то, сформировать некий отчет по должности. И тогда у нас получалась, ну, то есть бумажная работа, оператор все время печатал. Я предложила здесь руководителям сделать выборку, и именно этому я их учила на семинаре. Они просто здесь должны, вот в этой колоночке выборка, поставить циферку 1, что делает этот человек. И они вот здесь ставили 1, 1, 1, 1, при этом не обращая внимания ни на код, ни на уровень квалификации. Вот эти вот два столбика у меня были спрятаны. Значит, и руководители что делали? Они просто ставили циферку 1. Что произошло дальше? Дальше у меня это все в Excel, в закладке было, значит, большая книга, и вот тут у меня шли там, слесарь 1, по руководителям, я их распределила, и я получила большой талмуд в Excel, в котором были проставлены цифры 1. Дальше методом правой кнопки я нажимаю выборку и все фильтрую по цифре 1. И у меня получается конкретный отчет по должности, по конкретному рабочему месту. И это все занимает, ну вот смотрите, если 800, например, занимает, там порядка 800 строчек, да, у слесаря, знания, умения, действий, ну это занимает до часа времени. Ну 45 минут, час, мы оцифровывали все. У меня это заняло 3 минуты, нажать кнопочку 1 и сделать выборку по этой должности. То есть с 8 часов, фактически, мы в 7 часов повысили эффективность свою, то есть мы до часа, час 15, мы повысили свою эффективность и вот эту экспертизу рабочих мест, в общем-то, провели вот за это время. Ну это я показывала, это я показывала, ну вот, то же самое, да, вот это я тоже игралась, то есть я, то есть были разные варианты, я здесь шла и о том, то есть сначала я там и трудовые функции отдельно зашивала, чтобы на них смотреть, потом я поняла, что мне нужны ОТФки, и я с ОТФками, в общем-то, стала все делать. Ну в общем, чем больше здесь информации, тем лучше. И вот у меня выборка, вот он столбик, руководители ставили галочки, и было все, в общем-то, прекрасно. Вот. Соответственно, как бы мы повысили свою эффективность вот фактически в 7 раз по времени. Ну и что произошло дальше? Дальше я поняла, что с этим можно работать, это интересно, и, в общем-то, скорее всего, у меня получается какой-то продукт, который будет интересен и для других клиентов. И что получилось? И я, в общем-то, придумала вот такой генератор профстандартов, в который я зашила все профессиональные стандарты, которые сейчас есть. Вот здесь у меня привычное такое рабочее место, это рабочее место кадровика, и, в общем-то, здесь можно в левый столбик зашить штатное расписание автоматически, загрузить штатное свое расписание, дальше провести поиск профессионального стандарта и подтянуть его, вот вы видите, отобрано, да, вот в этом столбике отобрано. Вы видите, что здесь у меня подтянуты, вот, пример просто, несколько профстандартов, дальше я, мы пошли к руководителям, согласовали с ними, какие профстандарты подходят, вот, и, соответственно, вот мы выбрали профстандарты. Дальше мы провели вот эту экспертизу в автоматическом виде и предоставили руководителям доступ к программе удаленно, то есть никто никуда не ходил, уже на основании подтянутых профстандартов руководители просто проставили галочку, и мы в результате кадровики получили автоматический, вот, пожалуйста, уровень квалификации, и нам автоматический профстандарт подтянул те должности, которые соответствуют этому уровню профстандартов. Вот такая штука у меня получилась, и, в общем-то, сейчас мы с ней очень плотно работаем, она реально очень, в общем-то, сильно так сохраняет, экономит наше время, значит, и что у нас сейчас есть в профстандарте? Мы сейчас, зашито у нас там 909 профстандартов на сегодняшний момент, сейчас мы будем сегодня проводить обновление, еще 51 профстандарт туда упадет. Могу сразу сказать, что вышло сейчас 966 официально в Минтруде, но очень много профстандартов скрытых в атомной промышленности, скрыты секретные профстандарты, то есть их нету, поэтому секретные, конечно, их тут нет. Значит, у нас сейчас зашито 909 профстандартов, 3224 ОТФ, 4843 должности, 12000 трудовых функций и 297 знаний, умений, действий. Вот вы, наверное, видели, вот спрашивали у меня тут во время чатов, да, там по должности, по профстандартам, на самом деле, да, спасибо, Александр, вот она ссылка, вы можете зарегистрироваться и получить бесплатный доступ на день, а по промокоду от HR.id у нас скидка 10%. Вы можете попробовать, мы вам все расскажем, как это, что будет, то есть отдельный сотрудник у нас рассказывает, как работать с этим продуктом. Ну и, соответственно, сейчас у нас, вот я сейчас за 2 минуты могу найти любой профстандарт, могу найти любую должность, трудовую функцию и так далее. Что у нас получилось в итоге? Так, 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 прошу прощения. Значит, у нас сейчас есть единая актуальная информационная база, у нас есть 7 видов поиска по разным критериям, мы можем искать по отрасли, по должности, по образованию, по функции, там, по уровню квалификации, как хотим, так и ищем. Дальше, алгоритм внедрения, он уже зашит, единое рабочее место для руководителя, мы плюс еще можем подключить экспертов, удаленных к этой программе, возможность подтягивать несколько профстандартов и принимать решение, какой же профстандарт мы берем в разработку, возможность скачать этот чат по должности с необходимым реквизитом, я вам сейчас тоже покажу пример, и мы сейчас, в общем-то, сейчас уже в апреле мы реализуем блок, у нас будет по локальным нормативным актам, чтобы автоматически это могло зашиваться, там, должностные инструкции, там, договора и так далее, и так далее, программу мы так актуализируем, и с ним очень хорошо работаем. Вот это управленческий аспирин, это то, что сказала моя клиентка, значит, у нее центр иностранных языков, порядка 20 человек в штате, и у нее была задача разработать должностные инструкции, и когда я ей дала, в общем-то, попробовать, она говорит, господи, как хорошо, потому что мне теперь не надо ни о чем думать, профессионалы общества придумали, что же должен делать человек на каждом уровне, и на самом деле, вот наше с вами персональное, персональческое творчество, чем мы с вами, в общем-то, занимаемся регулярно, дай-ка я пойду придумаю функцию этому человеку, дай-ка я вот этому еще придумаю, на сегодняшний момент наша работа становится более технологичной, то есть мы можем ничего не придумывать, потому что за нас придумали профессионалы отрасли, мы не можем быть профессионалами и в транспорте, и в бизнесе, и в промышленности, там есть свои профессионалы, которые все придумали, наша задача использовать это технологично, для того, чтобы мы это эффективно могли положить на поле нашей компании, значит, что сейчас, вот какие, в общем-то, у нас варианты работы и как мы можем использовать, да, систему вообще профстандартов для работы в организации. Первое, мы можем провести диагностику системы управления персоналом, но не только с помощью этих элементов, но и с помощью других механизмов управленческих, но включить профстандарт как вариант диагностики и оценки трудовых ресурсов мы можем. Дальше, мы можем составить единую квалификационную карту компании, какими ресурсами мы владеем, да, во всей компании, и что, чему мы должны учиться. Мы можем провести инвентаризацию знаниевых ресурсов, то есть, какие знания есть в нашей компании. Можем провести инвентаризацию навыковых ресурсов. Мы можем составить перспективное планирование, кого учить, чему учить, какие навыки развивать, потому что нам не надо ничего придумывать. Мы можем взять профстандарт за основу, адаптировать компании, В любом случае изменить, но у нас есть рыба, мы можем на нее опираться. Удобная формализация бизнес-процессов и цифровая актуализация бизнес-процессов. Я вам сейчас покажу, как можно все зашить в цифру, в Excel и как с этим удобно очень работать. Еще много всего есть, я просто быстренько рассказываю, чтобы у нас с вами посмотреть еще документы. Я уже говорила, почему мы не внедряем. Потому что нет времени, потому что мы не знаем, какой порядок действий, потому что мы не знаем, какие шаблоны и документы нам нужны. Сейчас я хочу показать, какие я делала документы и как изменится наша система управления персоналом. Я даже, в общем-то, буду вам писать, потому что, возможно, что-то я не успею. Всем видно, да? Итак, давайте сфантазировать. Я просто могу сказать, что моя вот эта вот сейчас схема, которую я покажу, это буквально мой мозговой штурм за 15 минут до начала, поэтому я не успела это все реализовать. Но давайте вот мы просто сейчас все с вами пофантазируем и займемся мозговым штурмом. Например, если мы возьмем первый уровень, это управление. На уровне управления, где мы можем использовать профстандарт? Значит, диагностика. Второе. Мы можем сделать сбалансированную орг структуру, то есть выровнять баланс орг структуры. Дальше мы можем с вами из профстандарта взять цели подразделений и можем с вами взять задачи подразделений, которые у нас с вами зашиты на уровне ОТФ. То есть цели подразделений – это у нас цель вида деятельности, а задачи подразделения – это ОТФ. Мы можем оттуда их выжить. Ах, экран пустой. Александра, помогите мне, если экран пустой. Что мне делать? Ну хорошо, давайте тогда так. Вот так видно, да? Все, появилось. Окей. То есть я пишу, а потом видно. Хорошо. Итак, вот первый уровень управления. Диагностика, баланс орг структуры, цели подразделения, задачи подразделений. Если у кого-то есть еще идеи, где мы можем использовать на уровне управления, пожалуйста, пишите. Я начинаю писать дальше. Вторая область управления персоналом – это рекрутинг. Где мы можем использовать профстандарт на уровне рекрутинга? Это описание заявки на подбор. Дальше. Это опросник для интервью, потому что мы можем теперь дать этот опросник любому руководителю подразделения, и он может провести интервью по этому опроснику. Дальше. Мы видим и можем создать квалификационную карту должности. То есть мы теперь на входе можем отказывать людям, которые не соответствуют квалификации. Мы можем составить карьерные карты организации, то есть как человек может расти по карьере, по должности. Вот теперь вторая появилась. Видно? Видно. Вот опять же говорю, я фантазирую, я не претендую на истину в последней инстанции. Если есть у кого-то идеи, с удовольствием давайте писать, придумывать. Возможно, у нас еще что-то получится, и мы что-то еще придумываем. Дальше. На уровне кадрового администрирования, то есть трудового законодательства, где мы можем использовать разработку должностных инструкций, разработку трудовых договоров и разработку любых локальных нормативных актов. Здесь, пожалуйста, мы можем брать любые формулировки из профстандарта и ее зашивать. Кто там заслонный козычок? Не знаю. Дальше. Знаете, недавно в Москве на конференции я увидела вообще очень интересную область, которая развивается сейчас очень активно, и называется она «Управление знаниями». И я познакомилась с удивительным человеком, который разработала компьютерную программу тоже по управлению знаниями. Что они делают? Они, в общем-то, ввиду того, что сейчас ресурсы финансовой компании ограничены, и, в общем-то, учить персонал достаточно дорого, то есть такая идея – провести инвентаризацию знаний в их ресурсах, знаний в компании. И использование этих знаний, то есть людей, которые владеют этими знаниями, для развития компании внутри. Вот. Поэтому вот просто пока фантазирую, да, в масштабе мозгового штурма. Следующая область – на обучении, где мы можем использовать в обучении. Значит, мы можем провести экспертизу знаний, опять же, да, и сформировать на основании этого плана обучения. И можем провести экспертизу навыков, да, и тоже сформировать на основании этого тоже план обучения. Так, дальше. Значит, идем следующее. Коллеги, что-то вы ничего не пишете, или я пишу неправильно, или это, или непонятно. Следующая – мотивация. Значит, вот я разделяю два понятия – мотивация и стимулирование. Мотивация – это работа с внутренними мотивами человека, и мы здесь должны влиять на развитие его мотивации. Так мы можем использовать профстандарт. Первое – изучение своего профстандарта, чтобы человек знал, куда и как он будет расти, и может расти, да, и разработка планов личного развития. То есть осознанность выбора, и мы здесь ему можем помочь. Дальше. Следующее – стимулирование. Стимулирование персонала, я имею в виду здесь финансовое. Давайте я не буду брать нематериальную мотивацию, потому что нематериальные аспекты сюда не включаются. Итак, стимулирование. Значит, здесь, во-первых, очень удобно нам сделать и разработать на основании этого KPI, потому что я вам сейчас покажу, как можно зашить KPI и с KPI больше не мучиться вообще. И уровни квалификации равны заработной плате. То есть мы можем с помощью этого выровнять, в общем-то, орг структуру с точки зрения уровня заработной платы. Ну и следующая – оценка. Оценка на самом деле, вот восьмая, да, восьмая область управления персоналом – оценка. Оценка на самом деле у нас будет разделяться. То есть оценка деловые качества, да, и деловые, точнее даже, давайте так, деловые компетенции, да. Деловые компетенции у нас будет проводить СОК, и мы ему отдаем все на это право, да. А за нами с вами остается оценка личных компетенций. И вот этот рынок будет очень сильно расти. Вот, коллеги, вот что я наштормила, значит, вот где можно использовать вот в этих восьми, по вот этим восьми направлениям можно использовать профстандарт. Значит, я думаю, что он не касается чего? Он не касается только корпоративной культуры, и то можно каким-то образом корпоративную культуру сюда зашить. Ну и, скорее всего, режима труда и отдыха, он тоже сюда не очень, в общем-то, вписывается. Но вот эти все восемь областей управления персоналом очень хорошо можно все использовать. Все согласны с этим? Или у кого-то есть возражения по этому поводу? А может быть, есть предложение? Очень хочется увидеть предложение, ребят. Ну, а теперь... А теперь я вам покажу те документы, которые я... А, аттестация. Ну вот, аттестация, смотрите, аттестацию мы отдаем на откуп СОК. А аттестация умрет в ближайшее время, ну, как факт, да. Возможно, она и будет внутренняя аттестация, но роль главного аттестанта в нашей стране будет выполнить СОК. Значит, теперь я вам хочу показать все-таки документы, которые, в общем-то, я разрабатываю там с помощью профстандартов. Ну и тоже мне интересно, да, как вы будете, в общем-то, на это реагировать. Берем стандартную должность бухгалтера, да, и всю информацию, то есть, вот, трудовые функции мы берем из профстандарта, вшиваем сюда. Дальше, вот, смотрите, первый файл. Вот здесь вот мы с вами в первую часть сразу прописываем на должность бухгалтера шестого уровня квалификации, сюда же вшиваем сразу уровни образования, которые зашиты в профстандарт. Дальше бухгалтер должен знать. Все берем оттуда из профстандарта, что он должен знать. И не надо ничего придумывать, да. Ну и следующее, вот второе, ну, следующее, да, описание трудовых функций мы берем оттуда. И дальше вот здесь, в рамках знания, умения, действий, мы все берем оттуда и сюда можем зашить. Вот не надо больше ничего придумывать. Значит, это как вариант, опять же говорю, не претендую на истину в последней инстанции, готова обсуждать и готова, в общем-то, обсуждать любую точку зрения, я ее принимаю. Вот пример карьерной карты. Это по должности секретарь, то есть мы сразу понимаем, берем из профстандарта все уровни квалификации и понимаем, что секретарь в нашей компании может расти вот по этому уровню. И, соответственно, за ним будут расти вот эти уровни квалификации. Все понятно. Мы можем дать это человеку, он может ознакомиться. Все понятно, как расти и какое образование получать. Дальше. Вот я вам не показала, в общем-то, с чего начиналось, да, и правила светофора. Вот я разработала на предприятии вот такой, увеличьте у себя этот документ. Я назвала этот файл «Матрица проекта» по профстандартам. И вот в этот файл я вшивала всю информацию, которая у меня идет по проекту. То есть, да, плюс-минус, да, спасибо. Значит, я вшивала сюда всю информацию, то есть все, что идет по проекту. То есть мы сюда вводили должности по штатному расписанию, и дальше все, что происходило с этой должностью, мы сюда вшивали. Обращаю ваше внимание. Вот если вы нарушаете алгоритм, то есть методику, да, и ваша задача сверяться все-таки по цели. Как только вы начинаете сверяться по цели, вы сразу понимаете, какой профстандарт ваш, а какой не ваш. Поэтому первое, что должно быть, это сравнение по цели деятельности. То есть вы должны привлечь своего руководителя внутреннего, который бы вам сказал, та цель деятельности у данного профстандарта и у данной должности, или нет. Иначе, в противном случае, вы можете зайти в дебри и выбрать не тот профстандарт, и это уже будет совершенно другая история. Значит, и смотрите, правила светофора, то есть что я делала. Вот в профстандарт я по вертикали, было внесено все штатное расписание. Дальше мы определили те должности, которые у нас обязательны, не обязательно, то есть мы поставили приоритеты. И дальше мы играли красками. То есть в Excel вам здесь очень хороший помощник. Мы играли красками красный, желтый, зеленый. То есть зеленый, это все хорошо, мы идем, все совпадает. И вот, например, по сварщику, да, что должность совпадает, цель совпадает, и у вас вот вся строчка выстраивается зеленым цветом, то есть по этой должности все идет зеленым. Как только у вас возникает проблемное место, вы его выделяете красным. Как только у вас возникает место с вопросом, то есть точка вопроса, вы тогда ставите желтый, то есть это вопрос на размышление. Ну, соответственно, и приоритеты. Приоритеты. Зеленый первый приоритет, и он самый легкий, да, и красный самый, последний приоритет, он самый сложный. Хотя в приоритетности определяйтесь сами, да, возможно, вы возьмете самые сложные проблемы и, в общем-то, начнете с них. Это как пример. Дальше, следующий документ, вот, по поводу обучения, да, берем вот из отчета, то есть по результатам генератора у меня появляется отчет по должности, он в Excel, и дальше я могу играться с фильтрами, то есть я включаю его в фильтры, и смотрите, что происходит. Я выделяю все, то есть фильтрую по знаниям, у меня появляется полностью колонка по знаниям. Дальше я вот здесь могу отфильтровать и указать уровень знаний, что фактически есть, и какой составить план. Следующее. Значит, вот так вот выглядит отчет по должности в итоге, да, то есть это документ, который получается в результате экспертизы по должности. И здесь у нас сразу автоматически выскакивает и уровень квалификации, УТФки выскакивают с ТФками, и дальше у нас выскакивает большой файл на 500-600 строчек вот с этими экселевскими строчками ЗУДов, знаний, умений, действий. Значит, по рекрутингу, ну вот, вот это мы можем использовать, реквизиты должности в части квалификационной карты на этапе рекрутинга. Мы теперь понимаем, какого уровня квалификации, какой уровень образования должен быть у кандидатов. И, соответственно, ну вот это фильтры, которые мы включаем. То есть вот смотрите, как у меня сейчас организована разработка с локально-нормативными актами. Они у меня сейчас все в экселе, в книге, потому что я их генерю из моего генератора профстандартов и зашиваю их в книгу. И что у меня получается? Вот здесь у меня идет слева стандартная информация из профстандарта, которую я использую, а дальше у меня идут колоночки, которые я могу включать и, в общем-то, проводить описание этой должности с точки зрения регулярности выполнения функции. И вот здесь, смотрите, у меня функции появляются регулярно, ежедневно, ежемесячные, квартальные и так далее. Дальше ресурсы, которые здесь включаются, там, например, CRM, документы, с которыми я работаю, да. Дальше коммуникации, с кем я коммуницирую по данному вопросу. И все это происходит в экселе. И таким образом вы можете с экселем сразу потом автоматически интегрировать из экселе информацию о том, с кем же коммуницирует менеджер по персоналу, там, руководители по продажам и так далее, и так далее, и так далее. Ну и последний посыл вам, значит, при разработке локальных нормативных актов, все-таки опираться на ценности компании и ценности первого лица, потому что ведь собственник придумал свою компанию, и он ее реализует, да, и реализует ее для достижения своих личных целей. Поэтому, как только вы у собственника уточните свои, его ценности, при этом разделив их на ведущие и ведомые, то есть ведущие – это основные, да, стратегичные такие, первоочередные, а ведомые – это те, которые являются как бы подложкой по помощи, то, как только вы увидите, да, если вы увидите ценность развития, ценность, там, автоматизацию, инновацию, там, структурность, технологичность, значит, это ваш клиент, и вы можете с ним работать с точки зрения, с точки зрения, вот, внедрения профстандартов именно вот на таком системном уровне. Ну и заканчивая презентацию, давайте следующий пол вопроса, заканчивая презентацию, я могу сказать следующее. На сегодняшний момент очень большая проблема с чем возникла? Не можем запустить, то есть на уровне компании система профстандартов не запускается на регулярной основе. То есть мы настолько привыкли к палке, настолько привыкли к тому, что нужно регулярно внешнее вмешательство для того, чтобы этот процесс был регулярным, что, в общем-то, на сегодняшний момент я пошла следующим путем. Я, там, со следующей недели, мы открываем марафон, это практические занятия по внедрению профстандартов, с использованием генератора профстандартов, по средам, там, с 10 до часа, 3 часа мы будем заниматься, на вашем штатном расписании, с наставниками, с доступом к программе, и мы будем встречаться регулярно. Значит, если кто-то хочет поучаствовать вот в этом практическом занятии, с документами, шаблонами применительно к вашему предприятию, можете подключаться. С HR и Думы договорились, мы совместно работаем в данном проекте, поэтому можете обращаться, и мы начнем работать регулярно, и я буду вашей палкой, которая будет вас регулярно, еженедельно заставлять и учить, и работать по этому направлению. Значит, теперь я иду в вопросы, у меня остается очень мало времени, я быстренько на них отвечаю, и мы заканчиваем. Так, СОК на предприятии не сегодня, сравнение ТКС к Александру мы решим, можно ли в штатку, это к Ярославе, создание структуры СОК в учреждении, опять же, под СОКом. Так, был у вас опыт работы с бюджетными организациями, интересно было бы послушать, подозреваю, что там сопротивление сильнее, так как чиновникам характеризует некий снобизм, упертости железобетонную уверенность в своей правоте. С бюджетом могу сразу сказать, что очень сложно, но все зависит от первого лица, от руководителя. То есть есть часть руководителей, которые должны это выполнить под страхом закона, вот у нас сейчас психоневрологический диспансер, там больницы некоторые есть, с которыми мы работаем, и там аудит штатного расписания проводим для них. Здесь все зависит от понимания с первого лица. Если он это понимает, разделяет, то тогда все идет нормально, потому что там все сложно, там все в приказном порядке, там никаких эмоций, надо делать, все делают. Поэтому опыт колоссальный, но там в бюджете еще все намного сложнее, потому что у них часть наименований по должностям, их утверждают местные органы власти, там администрации области, а они вообще ни с ЕТКС, ни с чем, у них свои внутренние законы, поэтому там совсем все сложно. Так, если в компании с иностранным предприятием спускают, тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ, нескольким профстандартам, да, они должны соответствовать нескольким профстандартам, да, но для этого вы должны выделить, какая все-таки функция, вы должны еще провести нормирование, ребят. Кстати, я забыла, вот здесь еще можно хорошо проводить нормирование, использовать описание и список трудовых функций для проведения нормирования. Возможно, в некоторых предприятиях будет проходить нормирование для того, чтобы определить базовую должность и дополнительную, то есть ту должность, по которой присваивать главный уровень, да, основной квалификационный уровень и по которому платить заработную плату. Но, возможно, нам нужно будет еще проходить нормирование, и это я забыла указать, это тоже один из аспектов по управлению персоналом. Предполагается ли в рамках государства привязать уровень оплаты труда к уровню квалификации? Да, предполагается. Я думаю, что будут внесены изменения в трудовой кодекс относительно этого, но пока вот прямых указаний на это не было. Я думаю, что будут еще отраслевые все-таки рекомендации по уровню заработной платы, хотя бы базовой. То есть мы сейчас понимаем разрыв между базовыми зарплатами, например, по должности слесаря в Курске и в Москве, условно говоря. Я думаю, что будут отраслевые рекомендации в Вилке, например, 10-15 тысяч, а все остальное будет доплатой идти различными коэффициентами за сложность, за квалификацию, за объем работы и так далее, и так далее. Но это опять же мои размышления на эту тему. Если аттестация персонала по определенным стандартам регламентируется зарубежная штаб-квартира, и мы не можем от нее отказаться, должны ли мы зашивать ее в ЦОК? Ну, ЦОК, в любом случае, компания международная должна жить в правовом поле России, и ЦОКа вы в любом случае не избежите. Поэтому каким-то образом вам нужно интегрироваться в ЦОК, чтобы людей не нервировать и 10 раз не проводить им ненужную оценку, потому что иначе вы здесь тоже в тупик зайдете. Как же быть все-таки с компетенциями, принятыми во многих компаниях? Получается, что профстандарт аннулирует все эти разработки. Нет, он не аннулирует ничего. Обратите внимание, сейчас требование профстандарта главное – это соответствие уровня квалификации. То есть, это образование и опыт работы. И это, в первую очередь, на вредные льготные ограничения. Все остальное вы можете пока оставить у себя, но понемножку адаптировать под профстандарт. Поэтому ничего не аннулирует, он должен быть вашим помощником. Значит, да, его нужно отправлять учиться в училище на сварщика, правильно. А если он сварщик третьего, то должен быть пятого. Мы можем повысить его квалификацию по пути. Вы не можете повысить, потому что есть соки по сварке, и теперь только сок будет определять его квалификацию.